Но когда ты слышишь слова Господа миров, когда Он говорит тебе, смысловой перевод, «Воздают ли за добро иначе, чем добром?», то ты можешь забыть об этой истине. Охваченные милостью Аллаха, эти слова Господа миров пропитаны добротой. «Воздают ли за добро иначе, чем добром?» Создатель Аззаву Джалля снисходит и ставит себя на один уровень с тобой, говоря тебе, «Если будешь делать мне добро, то я взял на себя обязательство делать добро тебе, о раб мой». Но и ты, если я сделал добро тебе, тоже должен сделать добро и мне в ответ. Вот смысл слов Всевышнего. Но раб, который ощутил вкус того, что означает рабство пред Аллахом, когда видит эти слова, сгорает от стыда пред Всевышним. Сгорает от стыда пред Ним. Когда я читаю его слова, «Воздают ли за добро иначе, чем добром?» Смысловой перевод. То есть, есть ли иное воздаяние за добро, возносящееся ко мне от тебя, о раб мой, кроме как ответить тебе добром? Что я должен ему сказать? Я говорю ему, «Куда мне, о Господь, мне ли делать тебе добро? Кто я такой, чтобы делать тебе добро? Разве есть добро, действительно сделанное мною, которое возносится к тебе? То, что ты по своей милости ко мне называешь добром, на самом деле сделано тобою? Сделано тобою? Верно, я дал садака из своих денег, но деньги, с которых я дал милостыню, кому принадлежат? Тебе. Кто мне их дал? Ты. Кто избавил меня от скупости и вдохновил меня дать милостыню? Ты. Поэтому этот мой поступок, который ты считаешь добром, сделанным мною, на самом деле является добром, сделанным тобою. Поэтому делающий добро — это ты во всех случаях. Ты делающий добро, и ты милостивый. Эти слова Господа миров пробуждают любовь к Нему. Когда Господь твой говорит, смысловой перевод, «Кто одолжит Аллаху хороший заём, дабы Он увеличил Ему его многократно? Кто даст мне заём?» Смотри, Господь говорит тебе это. «Кто одолжит мне немного денег? При этом я обещаю, что дам Ему во много раз больше. Ростовщичества здесь нет». Как сказано, «Разве Господь мой нуждается, чтобы я дал Ему в долг?» Что здесь имеется в виду? Увидел бедняка и дал Ему милостыню. Увидел человека в нужде и помог Ему. В такой ситуации я даю заём кому? Господу миров, согласно этому аяту. Деньги — Его деньги. И даёт Он. Он мне дал, а затем говорит, «Не одолжишь мне чуть-чуть из тех денег, которые у тебя есть, а я обязуюсь тебе вернуть их увеличенными во много-много раз». Что говорит раб? Принимает эти слова как должное? Это доброта Господа миров. Что, скажешь, «Да, Господь мой, одолжу тебе, так и быть, но завтра ты должен мне их вернуть». Нет. Ты скажешь, «Господь мой, это твои деньги, и одарите их из имущества Аллаха, который Он даровал вам». Деньги принадлежат тебе, раб принадлежит тебе, как и я. А раб со всем, что у него есть, является собственностью своего хозяина. Я даю благодаря твоей милости и твоему вдохновению. Но после этого я протягиваю руки свои в острой нужде в твоей щедрости, в твоем обилии, в твоих дарах. Я прошу у тебя, но не потому, что ты мне должен. Абсолютно.